Цель операции это профилактика правонарушений, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей при эксплуатации снегоходной техники. Как мы уже знаем по статистике, за время осенне-зимний период происходят и несчастные случаи при эксплуатации снегоходов, что было и в 2013 году. Вот одна из целей, конечно, предупредить безопасность здоровья людей. Ввиду того, что ограниченное количество инспекторов гостей надзора в районах и городах, мы активно привлекаем инспекторов управления ГИБДД области и участковых инспекторов, особенно это в районных центрах, при патрулировании деревень, поселков, лесов, водоемов. Для этого мы заключили в прошлом году соглашение с УВД области и они нам активно в этом помогают. Хочется сказать слова благодарности в адрес наших полицейских. На водоемах, чтобы проверить, особенно на Рыбинском водохранилище, Нежском озере, Белом, мы обращаемся в МЧС, нам выделяют воздушную подушку и также ведем совместное патрулирование. В ноябре 2013 года вышел федеральный закон об изменениях в Кодекс административных правонарушениях, статья 19.22, увеличение штрафов за нарушение правила регистрации. Раньше штраф был от 100 до 300 рублей, в настоящее время штраф на владельцев снегоходов, другой иной техники увеличился в разы и составляет на физических лиц от 1,5 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц от 2 до 3,5 и на юридические лица от 5 до 10 тысяч. Что требуется для владельца снегохода? Это первое. Нужно зарегистрировать снегоход в установленном порядке. Для этого прийти в инспекцию гостик надзора, при себе иметь паспорт самоходной машины, договор купли-продажи и личный паспорт. Второе. Обязательно нужно удостоверение тракториста категория А1. Есть два способа получить это удостоверение. Первое. Обучение в учебных центрах, в городе Челепоезд, в городе Вологда обучение происходит. Сдать экзамены теоретические, практические и опять же получить удостоверение в управлении гостик надзора. И второй способ. Это самоподготовка. Когда гражданин имеет водительское удостоверение категории Б, приходит в гостик надзор, сдает также экзамен теоретический, практически получает удостоверение. Обращаясь к владельцам самоходной техники, я призываю, конечно, уважать наши законы всем, кто приобрел данную технику, прийти в гостик надзор, зарегистрировать, получить удостоверение и пройти ежегодный технический осмотр.